Алексей Михайлович, добрый день. Алексей Фёдорович, здравствуйте. У вас перерыв сейчас? Да, перерыв. Хотите чаю? Да, мои родственники подарили алтайский чай с крабами. Это я с удовольствием. О, где-то здесь шоколадка есть. А что это вы там напевали? Ну, это песенку ребята сочинили. На выходные ездили на исторический квест. Знаете, всем так понравилось. У вас работа учителя перекликается с внеклассной деятельностью. Ваш подход к 11-му В работает только у вас. Елена Фёдоровна, это вы преувеличиваете. Я не знаю, я просто начал общаться так с ребятами, чтобы они научились доверять мне. Ну, это, конечно, очень интересно. Всё-таки расскажите, какие методы вы освоили и как вы преподаете ребятам? Может быть, я чему-нибудь у вас и научусь? Это, Левтина Фёдоровна, это всё-таки не работа, это коммуникация. Это общение с ребятами на языке их поколения. И это помогает? Да, помогает. Знаете, самое интересное, то, что ребята научились понимать то, что я пытаюсь до них донести. Работа по заранее разработанному плану, это, конечно, эффективно в обучении. Ну, а если непредвиденная ситуация, а? Вероятный подход к педагогике никто не отменял, Левтина Фёдоровна. Вы так думаете? Думаю, думаю, и это работает. Вот, например, с Павловой, с Ялтовой, да, и с Егоровым. Не напоминайте мне эту фамилию. Сегодня Ольга Николаевна на глазах у Владимира Павловича вывела его из класса. Я против всего этого, потому что это капитуляции перед ним. Ну, в общем-то, не обращайте внимания, продолжайте. Что я могу сказать про один из ТВ? Мы учим, читаем на уроках, размышляем. Вот недавно ребята сочинили песню. Правда, мне там не очень все нравится, там есть такая строчка. Значит, там такие были слова. Заметили летом большие курганы. Пошли мы за памятью в странные дали, да. Играли в корветы своим воображением. И с Пушкиным в кайфе расстроили нервы. Здесь, понимаете, ребята, они вот в современном и понятном для себя формате рефлексируют на вопросы и темы, которые они получили на наших уроках. Ну, скажите, Алевтина Федоровна, разве это не прекрасно? Минуточку. Слово кайф пришло в русский язык из арабского. Видимо, транзитом через Турцию. И буквально обозначает время приятного безделья. То есть получать максимальное удовольствие за курением кальяна и вкушением сладостей. Ведь другие могут подумать, что именно ваши слова вкладываются в голову учеников. Кто может подумать? Себе нужно верить. Себе и ребятам. А мы вечно боимся. Боимся и работаем в формате, Кабы, чего не вышло. Продолжение следует...